МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе специалисты будут проводить ремонтные работы с кратковременными отключениями холодной воды в Самаре. 13 февраля с 8.00 до 21.00 холодная вода будет отключена по адресам Георгия Димитрова, 56, 70, 72, 74, 74А. 15 февраля на улице Осипенко проведут замену двух задвижек и пожарного гидранта. Холодная вода будет отсутствовать с 9.00 до 20.00 по адресам Марии Авеиды, 2, проспект Металлургов, 77. Список работ могут скорректировать. Самара присоединилась к массовой лыжной гонке «Лыжня России». Соревнования прошли на трассах спортивной школы «Чайка». На лыжную гонку зарегистрировались более 4 тысяч человек. В поддержку «Года семьи» на «Лыжней России» прошло мероприятие «Спортивная семья», в рамках которого разыграли семейные абонементы на посещение фитнес-центров и бассейнов Самары. 13 февраля «Крылья Советов» проведут третий контрольный матч на сборе в Турции. Соперником команды станет «Волгарь» из Астрахани. Игра начнется в 12.00 по самарскому времени. Матч будет длиться 120 минут. В самарском регионе объявили желтый уровень опасности из-за сильного похолодания. Местами по области температура воздуха может опуститься до минус 30 градусов. В Главном управлении МЧС по Самарской области жителям порекомендовали сократить время пребывания на улице и не допускать переохлаждения и обморожения. На мороз рекомендуют выходить в сухой многослойной одежде и свободной обуви. В Тольятти в минувшие выходные пожарные боролись с огнем. Возгорание возникло в гостиничном комплексе, расположенном на набережной. На месте работало более 100 пожарных и свыше 20 единиц техники. Пожар ликвидировали. Посетителей гостиничного комплекса удалось эвакуировать, но пострадало два человека. Сотрудники госавтоинспекции по Самарской области подвели итоги рейдов, которые провели в выходные. В состоянии опьянения допустили управление транспортом 35 водителей. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля. В результате незаконной тонировки к ответственности привлекли 86 автомобилистов. 41 водитель нарушил правила перевозки детей. По итогам мероприятия выявили 68 правонарушений со стороны пешеходов. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто приходится следить за показателями артериального давления в домашних условиях. Эксперты рассказали, как это правильно делать. Давление надо мерить в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке. Повторное измерение давления на той же самой руке в течение короткого отрезка времени – главная ошибка. Все последующие замеры обычно показывают более высокое давление, чем на самом деле.